Чемодан, вокзал, граница. Армянский архиепископ Баграт Галстанян, не добившись желаемого в Ереване, решил вернуться туда, откуда начинал свой крестный ход, приграничную зону. Протестное движение горе священника перекочевывает теперь в Зангизур, но перед позорным возвращением он решил устроить финальную демонстрацию у офиса омбудсмена Армении. Уполномоченный по правам человека Анаит Манасян заявил о готовности принять Баграта Галстаняна, но лишь при условии проведения встречи в закрытом для СМИ режиме. Такое предложение архиепископа Бундаря не устроило. Переговоры без камер новая звезда политического небосклона Армении считает недопустимыми. Почему амбудсмен Армении не осуждает действия полиции? Почему не было заявлений, когда 30-40 полицейских избивали и пытали депутата Ашота Симоняна? Почему полицейские пытались помешать католикозу всех армян, посетить городскую площадь в День независимости страны? Отсутствие ответов будет означать, что они служат пропаганде лжеца, сидящего во главе власти. Бесконечные претензии у армянской оппозиции во главе с разъяренным священником имеются и к Министерству иностранных дел страны. Помимо так называемых территориальных уступок Азербайджану, внешнеполитическое ведомство обвиняют также в растрате госбюджета. В этот раз выслушивать обвинения пришлось главе МИД Армении Арарату Мирзаяну. Депутат Армен Рустамян заподозрил его в работе на Азербайджан. Что вы обещали и что в итоге действительно было сделано? Выполнено требования Азербайджана, например, относительно демаркации и делимитации границы. Азербайджан чего-то требует, вы это обосновываете и начинаете реализовывать, в том числе и по части вопроса внесения изменений в Конституцию. Арарат Мирзаян считает подобное мышление разрушительным для Армении. Глава МИД страны призвал недовольного парламентария не вводить общественность в заблуждение. Именно подобное мышление и стало причиной катастроф последних лет. Именно это мышление прививали нам десятилетиями изнутри и снаружи. Именно это мышление довело нас до того, что мы стоим у разбитого корыта. Что касается конституционных поправок, то они не являются частью повестки армяно-азербайджанских переговоров. Комментируя претензии к процессу делимитации армяно-азербайджанской границы, Арарат Мирзаян подчеркнул, что работы ведутся на основании документов, имеющих незыблемую правовую основу. По его словам, Армения оказалась в ловушке, которая на протяжении десятилетий готовила оппозиция. Он обвинил оппозиционеров в обслуживании интересов, цитата, некоторых империй. Архиепископ Галстанян тотчас же попытался оправдаться, отвергнув утверждение о том, что за ним стоят бывшие власти Армении и Россия. Сейчас мы обратились в суд и снимем всех тех, кто прописал нас к агентам. Должна быть ответственность за все сделанное и сказанное. Они говорят, что наше движение затухает. А почему их это беспокоит? Какое им дело? Затухает? Ну и пусть затухает. Им-то что? Мне говорят, ты агент. У меня возникает вопрос, а почему в этом случае я свободно гуляю по городу? Неужели в стране нет института, который бы мной занялся? Интересно, что в армянской оппозиции Галстаняна поддерживают далеко не все. Так, партия, просвещенная Армения, требует от архиепископа гарантий того, что в результате его бурной политической деятельности к власти в стране не вернутся экс-президенты Кочарян и Саргсян. Галстанян от связи с бывшими руководителями Армении всячески открещивается. Правда, признается, что встречался с Сержим Саргсяном, а вот с остальными, цитата, не было повода. Продолжение следует...